Ну что, привет! Какое настроение? На самом деле, не обязательно, чтобы было настроение готовить. Серьезно. Такое часто бывает, но нет настроения готовить. Есть настроение петь, танцевать, идти гулять, читать книжки, в конце концов, просто поспать или выпить кофе. Не обязательно должно быть настроение готовить. На этот случай предлагаю, у меня есть настроение готовить, ну, не всегда, ну, скажем так, очень часто. Но, когда я знаю, что, может быть, возникнет такая ситуация, что у меня нет настроения готовить, Меня всегда спасают какие-то заготовки. Вот сегодняшний рецепт на самом деле в половину может быть заготовлен заранее. Сначала мы с вами делаем песочное тесто. Причем это очень просто, поверьте мне, ну правда, поверьте, это очень просто. Мы берем 200 граммов муки, хорошо просеянной, добавляем сюда щепотку соли. Я люблю морскую соль, потому что в ней есть такая легкая горчинка, и она почему-то, мне кажется, менее соленая, чем поваренная. Ну, в принципе, это вам решать, какая соль, тут уж такое, знаете, дело, это не принципиально. 100 граммов масла, значит, запомнили, 200 граммов муки, 100 граммов масла, то есть один к двум. Дальше масло холодное, это важно. Песочное тесто получается самое вкусное, когда у нас очень холодное масло. Оно только-только у меня из холодильника. Я его режу кубиками, прежде чем отправляю вот сюда муке и соли. Никакого разрыхлителя, никакой соды, никаких дрожжей, вот этого нам вообще не нужно. Это очень простое тесто. И я в данном случае добавляю сюда тимьян. Можно взять розмарин, можно взять прованские травы, орегано, майоран. Между прочим, интересно, если вы готовите, например, киш с рыбой, то можно добавить в тесто укроп. Будет очень вкусно, он будет так хитро спрятан, завуалирован, но тем не менее он будет присутствовать и рыбу поддержит. Начинаю пробивать. Буквально 1-2 минутки. И дальше у нас есть выбор. Вы можете добавить сюда желток, вы можете сюда добавить 2 столовые ложки сметаны или, как я, вы можете добавить пару-тройку столовых ложек очень-очень холодной, практически ледяной воды. Поехали. Раз. Два. Ну вот и все, тесто готово. Собственно говоря, секрет такой, чем меньше жидкости, чем меньше воды, тем вкуснее тесто, тем оно более рассыпчатое, ну, как бы более интересное, на мой взгляд. Итак, вынимаем тесто из комбайна. Смотрите. Видите? Если нет желания готовить, вот опять-таки, нет настроения готовить, это вот первый шаг, чтобы приготовить себя к отсутствию настроения готовить. Отправляете этот шар теста в пленку и в морозильник. Неделя-две оно там себя прекрасно чувствует. Только из морозилки, конечно, его нужно сначала разморозить. Лучше всего, например, в холодильнике. Если вам хочется подождать до завтра, когда придет настроение готовить, то лучше уже сделать... Кстати, вообще в морозильнике это тоже хорошая идея. Берем вот такую бумагу для выпечки. И раскатаем корж. Я люблю, когда коржик тоненький, хрустящий и очень хорошо пропечен. Вот поэтому я стараюсь раскатать мой пласт довольно тонко. Ну вот, раскатала. Вот такая у меня есть форма. Очень удобно. Она разъемная. Снимаю. Переношу корж в форму. И теперь разравниваем края. Так, чтобы получилось равномерно. Ну красиво же, правда? Когда корж в крапинку необычно. А какой тонкий аромат от тимьяна получается. Ну вот, готовый корж. Дальше не пропускайте важную стадию. Обязательно вот так вот вилкой делаем вот такие дорожки. Теперь беру бумагу для выпечки. И нам нужен груз. Выпекаем мы корж с грузом. Возьмем противень. В качестве груза я использую одни и те же бобы. Они очень много времени мне служат. Смотрите, какая красота. Горох, фасоль, нут и так далее. Все, отправляем этот корж в духовку. Вот теперь очень важно. Духовка разогрета до 190 градусов. Я люблю, еще раз повторяю, когда корж у меня хорошо пропечен, золотистый, хорошо такой вот красиво зажаристый. Поэтому минут 20-25 он у меня в духовке проведет. Через 25 минут. Та-дам-дам-дам. Вынимаем корж. Снимаю бесценный груз. Вот прям вот все, как я люблю. Тонкий, хрустящий. Невероятно красивый, небезопасный. Ну, на кухне так всегда. Так, и теперь аккуратно. Опа, все, есть. Для начинки мне понадобится вот это рикотта. Рикотта, в принципе, это творог. Но только в чем отличие рикотты от творога? Только в том, что рикотта сладкая. В ней нет классической кислой молочной ноты, которая присутствует в нашем знакомом, любимом и понятном с детства твороге. И поэтому рикотта, она очень хорошо подходит, вот, например, в сочетании как раз с кисло-сладкими овощами или фруктами. Например, рикотта с вишней, ребята, это очень вкусно. Вот если сделать сырники из рикотты и подать их с вишней или с малиной, ну, это правда, очень-очень вкусно. В моем случае рикотта будет подаваться с помидорами. Вообще, вот помидоры, я считаю, что готовить нужно только с очень спелыми томатами. Вот эти томаты, они из теплиц экокультуры. Спелые, и они только с куста. Вообще, на самом деле, я не знаю, удивлю я вас или нет, но томаты из теплиц мы едим не только зимой, весной или поздней осенью, но и летом тоже, потому что они полны полезными свойствами и витаминами, так необходимыми нам, ну, конечно же, особенно в зимой, но вообще в любое время года. Ну, а насчет их экологичности можно вообще не беспокоиться. В агрохолдинге действительно строго следят за этим и используют только биологические методы защиты овощей. Вот эти оранжевые нарядные, вот эти бурые, вы знаете, какие они сладкие, это просто что-то с чем-то. И в салат я поэтому их даже не запекаю, а именно в сыром виде буду добавлять в мой роскошный субботний тарт, чтобы просто наслаждаться их ароматом и вкусом. И вот тут действительно присутствует такая настоящая томатная кислая сладость или сладкая кислость, ну, как вам больше нравится. Ну, то есть, когда, знаете, в хорошем томате всегда есть немножко кислинки, но при этом он должен быть сладкий. И это тоже, вот эта разница фактур, разница цвета, и, конечно, нотки вкусовые тоже отличаются. Очень я эти томаты уважаю, обожаю и люблю. Ну вот, томаты готовы. Для того, чтобы поддержать их замечательный вкус, я добавлю сюда немножко, вот так именно руками порвать, потому что, вы знаете, почему травку рвут руками иногда? Для того, чтобы руки у нас теплые, именно теплые руки, а не холодный нож, помогают травке отдать свои эфирные масла. И вот особенно, конечно, базилики или вот риганы, такой темный, это тоже родственник базилика, это чувствуется сильно. Сюда же соли и перца. Ну вот, собственно говоря, томаты немножко в сторонку, а в рикотту я добавляю тоже перец. Теперь вы понимаете, что кислый творог здесь не очень подойдет, все-таки хотелось бы, чтобы рикотта была сладковатая, чтобы вот эта вот сработала вкусовая вот эта палитра целиком от сладкой рикотты к кисло-сладким томатам. И поддержим сладость нашей рикотты небольшим количеством меда, чайная ложка. Ну, мед лучше жидкий брать, естественно, для того, чтобы он распределился по всей начинке. Немного тертого, твердого сыра. Любого, но чем пикантнее, тем интереснее, тем вкуснее. Столовая ложка. И травка. Вообще, ребят, какую хотите травку, я считаю, что раз мы уже взяли и тимьян добавили в тесто, я поддержу именно эту историю здесь у меня в начинке, поэтому вот так вот, чайную ложку листиков тимьяна. И теперь оливковое масло. Ну, без оливкового масла, честно говоря, когда мы говорим о овщах, о вот каких-то таких вот интересных тартах, не обойтись. И нам очень важно, чтобы вкус был у оливкового масла яркий, свежий такой, насыщенный. Я использую оливковое масло Borges Olive Oil Extra Virgin. Extra Virgin, это значит, это масло холодного отжима, это значит, это масло с максимально сохраненными в нем полезными веществами, которые нам с вами нужны на ежедневной основе. Омега нам нужна для того, чтобы у нас кожа была хорошая, чтобы у нас волосы были хорошие, чтобы ногти были крепкими, ну и так далее. И вообще омега, это действительно омега-3, омега-6, омега-9, это как раз то, что должно присутствовать ежедневно в нашем рационе. Начинка, можно сказать, готова. А вот теперь смотрите, вот когда вы кладете на корж руку, абсолютно не должно быть ощущения, что тесто тепловато. Оно должно быть абсолютно остывшим. И вот теперь на дно коржа мы добавили начинку, распределяем ее. Когда подумаешь, что вот такое блюдо у тебя на столе может оказаться, ну максимум 40 минут уже со всем остыванием вот нашего коржа, то мне кажется и настроение сразу появляется. Скорей-скорей вот это вот чудо заполучить. И так, вниз кладем замечательные золотистые сначала. Дальше красота вот эта вот красная. Дальше вот эти вот чудесные бурые черные томаты. После этого тарта, если использовать его как закуску, прекрасно подойдет какая-нибудь приготовленная очень быстро паста, бокал белого вина или пузырьки игристые. Самое главное, чтобы компания была удачная. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok